8 марта в доме номер 8 по улице Юности в подъезде загорелась детская коляска. Запах гари и копоть там останутся еще надолго. Огонь повредил входную дверь одной из квартир, интернет-кабель и плафон на потолке. Это меньшее, чем могли отделаться жильцы восьмого этажа. При плавлении материала, из которых сделана коляска, начала выделять едкие пары. Отравление, к счастью, удалось избежать. Очень вредные вещества выделяются, и они очень опасны для здоровья. На сегодняшний день, с учетом физико-химических свойств этих материалов, достаточно человеку три глубоких вздоха, человек теряет сознание, и все. Дальше он уже не может сам предпринимать какие-то адекватные действия. Только за февраль и март этого года пожарные пять раз выезжали на подобные случаи возгорания санок и колясок. Происходит это из-за халатного отношения жильцов к технике безопасности, которые из-за своего удобства порой рискуют жизнью других. В подъездах оставляют, так скажем, личные вещи обихода. Неважно, коляска это. Иногда умудряются даже шкафы выставлять в общедомовое имущество, именно в коридоры. По правилам противопожарного режима, утвержденное постановление правительства 1479, это запрещено. Значит, за это предусмотрена административная ответственность. Кроме того, что личные вещи могут стать объектами пожара, они также часто создают преграду на пути эвакуации из квартир. В случае возгорания личных вещей в подъезде наказание ждет владельца предмета, виновника пожара, если он есть, а также управляющую компанию. Управляющие компании тоже должны понимать свою ответственность. Они должны за этим постоянно следить, чтобы именно на путях эвакуации, в коридорах и так далее не складировали люди. В их зоне ответственность – это информирование, это проведение бесед с собственниками, кто это делает, ну и, соответственно, принятие мер для тех, кто не выполняет их требования. Специалисты напоминают, если в подъезде возник пожар и дым начал заполнять все пространство, нельзя выходить из квартиры. Лучше заткнуть щели в дверях тряпками, вызвать спасателей и ждать помощи. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.